Строительство ФОКа стоит на первом месте в списке строительства физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Нижегородской области. Так что при появлении финансов в областном бюджете они должны быть направлены в первую очередь на строительство Саровского ФОКа. Денис Москвин отметил, что реализация программы комфортной городской среды очень востребована и будет продолжена в 2021 и 2022 годах. И темпы будут только наращиваться. Задача – создание новых общественных пространств. За последние 2-3 года, мне кажется, мы взяли уже неплохой темп по благоустройству, будем его наращивать. Считаю, что необходимо увеличивать финансирование в рамках проекта «Безопасные и комфортные дороги». Конечно, дорожное строительство внутри города Сарова нужно увеличивать. Не все дороги находятся в том состоянии, в котором они должны быть, в отличие от тех же федеральных трасс. В планах провести совместное совещание с министром транспорта Нижегородской области. Помимо развития города, журналистов волновала и федеральная повестка. Свистные новостные сайты пестрят информацией о досрочных выборах в Госдуму. Никаких дополнительных датах, я слышал, что назывался и апрель, и март, пока речи не идет. Если какие-то решения будут приниматься в связи с эпидемиологической обстановкой, или необходимости корректировать даты голосования с учетом школьных каникул, потому что вы знаете, что задействованы школы с учетом трехдневного голосования, это не всегда удобно, то соответствующие предложения будут унесены со стороны Центральной избирательной комиссии. Будем их обсуждать и рассматривать, но, повторюсь, пока речь идет о сентябре 2021 года. Также в рамках визита Денис Москвин посетил музей Великой Отечественной войны 3-го лицея и вручил руководству учебного заведения диплом за участие во всероссийском конкурсе. С этим дипломом еще сертификат призовой на сумму 200 тысяч рублей, который уже поступил, я так понимаю, или вот-вот поступит на счет учреждения, для того, чтобы ваш музей и дальше развивался, вы могли себе позволить стенды какие-то для экспонирования. Конкурс проходил в рамках проекта «Историческая память». Участниками федерального этапа конкурса стали 148 музеев со всей России. Музей 3-го лицея вошел в число призеров финального этапа конкурса.